Еще около получаса до начала мероприятия, а в Современнике уже образовались очереди в гардероб. Впрочем, концерты, которые проводят Дворец культуры, всегда собирают полные залы. Я в Современнике выросла, у меня мама здесь работала, Гандрахмана Ольга Анатольевна. Поэтому, в принципе, это как бы мой дом. Поэтому сейчас всех своих детей ведем сюда. Это наше родное место, без которого мы просто не можем жить. Лазерное шоу, яркие костюмы, талантливые исполнители. К этому представлению коллективы Дворца готовятся заранее и смотрится оно на одном дыхании. Сегодня день рождения Дворца культуры Современнике. Сейчас Современнике занимается более 2,5 тысяч человек. Работает 24 коллектива. Это вокальные студии, танцевальные ансамбли, цирковые и театральные труппы. Ежегодно во Дворце появляются новые коллективы. Ведь двери Современника всегда распахнуты для молодых талантов. Современник развивается, Современник постоянно в пути, в поисках. И я думаю, вот так вот рассказать очень сложно. Лучше прийти к нам и посмотреть. А посмотреть есть на что многие коллективы Современника известны далеко за пределами региона. Например, эквилибристы народного цирка «Круг надежд» – единственные в области, кто делает стойку на одной руке. А в репертуаре образцового ансамбля скрипачей «Концертина» более 50 произведений от классики до джаза. Ажиотаж не только в зале, но и за кулисами. Здесь коллектив готовится к своему выходу. Завершают последние приготовления. Больше всех предстоящему выступлению радуются юные участницы ансамбля эстрадного танца «Элегия». Потому что там мы пластические, красивые девочки, выступаем на сцене. Нами люди радуются. Да, и мы очень рады, что мы сюда ходим. Очень рады. Очень. Представления Дворца культуры не обходятся без дружеской поддержки ангарского электролизного химического комбината. А ИХК чтит многолетние культурные традиции и помогает благоустраивать как сам дворец, так и прилегающий парк. Столь бережное и трепетное отношение к творчеству поддерживает высокий профессиональный уровень выступлений. Концерт «Город Радуги» длился более трех часов, однако время пролетело быстро. Ведь не даром современник по праву считается культурным достоянием города и всей Иркутской области. Елена Милевит, Михаил Тырышкин. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова